Вопрос из книги Тавита 5.13. Ангел сказал, у него вопросили, из какого ты колена? И он сказал, я, говорит, Азария из рода Анании Великого, из братьев твоих. То есть это сказал ангел. Получается, ангел Рафаил обманул Тавита, выдавая себя за Азарию? Он ведь не являлся, ну как бы, человеком из рода его. Ну вот видите, у нас тут так как-то устроено все, что мы буквально смотрим и не смотрим, что за этим есть. Вот мы знаем Пантелеимон, Сцелитель. Ну а там мальчишка, там уже 14 было. И он мимо проходил, а там скрывался от властей Ермолай, священник, пресвитер. И он видел его в окно через шторку, а потом, когда он пошел с училища своего медицинского, он в университете учился, наверное, и он его остановил, поздоровался, потихоньку дверь приоткрыл, калитки, говорит, зайди сюда. И тот зашел. А он видит, он идет спокойно, такой размышляет, он его просто заметил уже. И говорит, а где ты ходишь, куда, с кем живешь? Все разузнал. И стал говорить ему о вечности. Ты только никому не говори, а то тут узнают как. Вот я тебе сейчас показываю Царство Небесное. Это Отец Небесный. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, Который умил за грехи наши. И вот это великое сокровище даровал, жизнь свою отдал за нас. И он у него остался чуть не целую неделю. Домой-то пришел, а отец его говорит, ты где же был так долго-то? Он говорит, знаешь, отец, я уроки воспринимал, очень боялся пропустить. Настолько было мне неожиданное, сложное. Это все касается медицины. Отец говорит, ну ладно. А когда вернулся, преподаватель спрашивает, а тебя еще так долго не было-то, ты где был? Он говорит, видишь ли, какое дело. А отец говорит, мне имение свое оставляет, я его рассматривал долго. Вот соврал он или не соврал? Он отцу сказал то, что ему преподал Ермолай, но в таком виде, что можно было на двое растолковать. И там сказал про отца, тот думал об отце, который у Пантелеемона. Он говорил об отце небесном. Вот эта двойственность такая подобная, она разрешается. Иерапаил, если переводить на русский язык, означает исцеление Божие. Тоже связано с медициной. А он как ответил? Азария. Азария означает помощь Божия. А любой медик, он оказывает помощь. Он был босанковит у Сари, чтобы их исцелить, оказать помощь от Бога в исправлении ситуации-то. Потому что выдавали ее, там демон ее полюбил, Асмадей. И женихов этих душил их, и все. Ну, Тавид-то был исцелен от слепоты. А Сара вышла замуж. И оба имени их, значения-то были, были оправданы на деле. Делом оправданы. Вот у меня, можно сказать, переводится неизвестный. Интересно, мое имя переводится с латинского, а с латинского – огненный. Ну и как? Один говорит, да я тут у неизвестного был. Он назвал мое имя в переводе. А тот не понял, неизвестно. А потом узнал, что был. Так ты что, что меня обманул? Я не обманул, я у него и был, говорит. И неизвестно, означает Игнатий. Ну вот и все. Не обманул ангел. Следующий вопрос. В Откровениях, 22 глава, 8-9 стих. Описано. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И вот возникает вопрос. Почему же мы поклоняемся ангелам? Разве это правильно? Я не знаю, кто задает эти вопросы, но это не православные, это определенно, это сектанты. Баптисты там и то. Мне такие вопросы задавали в университетах. И я знаю, кто они. А почему? Ну, ты чётко ясно не делай. Всё, больше ничего не надо. Ну, а я сразу спрашиваю. Ну, смотри, ангел явился, Аврааму он пал. Считаем в других местах. Маной, отец Самсона, тоже поклонился. И во всей Библии, всюду, везде, ангел являлся, и ездры попал лицом на землю. Ну, это понятно, почему. Страх брал их. А этот, говорит, не поклоняйся. А почему тебе не говорили? Вот это нестыковка сектантского скудоумия. Они говорят, Пётр, когда вошёл к Корнилию, и Корнилий поклонился, он говорит, не делай сего, Богу поклонись. Я тоже человек. Сектанты берут это, клоняться нельзя, призывать помощь нельзя, Божьей Матери поклоняться нельзя. Ну, вот так и всё. Оба примера, которые я сейчас сказал, а они понимают ложно. Суть того, чем? Словом «ангел» выражается четыре разных человека, ангела, падшего, демона и Христа. Вот это читаем мы, когда 14 главу Исаия пророка, 28 язык Ииля, говорится о падшем Херувиме. Он был, это ангел падший, с маленькой буквы. Он ангел. Ну, ангел, который разрушил всё, что можно было разрушить. Дальше. Ну, значит, ангел святой, и ангел с маленькой буквы, её же «аггел» называли даже, по-другому изменяли, но Библия не делает различия. Ангел сатаны принимает ведь ангела света, сам сатана. А когда считаем Малахию, и там говорится пророчество. Я пошлю ангела, который приготовит путь пред тобой, ангелом назван Ян Креститель. И пред ангелом приготовит путь, и ангелом тут же называется Христос. Так вот, в Откровении неоднократно появляется ангел, он появляется то в виде ангела, то в виде Христа. И он ангел. Я видел, как ангел сошёл с неба и взял большую цепь и сковал дьявола на тысячу лет. А Господь говорит, ключи ада и смерти у него. Значит, никто не мог дьявола победить, только Христос. И в данном случае как раз об этом-то речь и идёт. А как? А вот давайте слова посмотрим. Я Иоанн видел, слышал, и он поклонился со словами книги всей. Богу поклонись. В данном случае это ангел появился, а он перед этим только явление было в 20 главе, в виде ангела являлся Христос. И он с намерением, намерение-то ему дано понять, и он видит, он кланяется, считая его за Христа. И он говорит, нет, с таким внутренним настроем Богу поклонись только. Я ангел всего лишь, сослужитель тебе и братьям твоим. Точно так и там. Вот Пётр не принял, вот это сектанты взяли. Но почему вы не берёте, когда сыны пророческие поклонились Елисею, когда Илья был вознесён? Почему мать Соломона приходила, кланялась его лицом до земли, написано? Почему там-то принимали? А ответ простой. Даже очень простой, но на сектантское разумение он не действует никак. Он твёрдо стоит на своём. Я говорю, к капучам тут можно, а там нельзя. А нельзя вот почему. К Корнилию было видение, и явился ангел. И он знал, что человек ниже по ранжирующим ангел, потому что человек облечён смертной плотью. Он смертный. И ангел не сказал слова, а вот придёт Пётр, и он скажет. А раз он не может сказать, тот может. Почему? А он выше. А выше ангела только Бог. И он его принял за Бога. Ну как так человека за Бога? В общем, даже просто. Это легко. Очень делалось у язычников. Вот Павел в одном месте, когда проповедовал, он там с Варнавой, а там исцелили, и сразу признали за Бога. Боги в образе человеческом совершенствовании, быка за рога, и хотели жертву принести. Павел разорвал одежду, кинулся. Что вы делаете? Я человек. И когда он был на острове Мелит, когда кораблекрушение случилось, ехидно повисло на его руке, ну, очевидно, повисло, считает, и укусило. И они ждали, что он сейчас упадёт. Из всего человека, спасшегося от моря, на земле суд Божий не оставляет жить. Это значит, очень грешный. Но, видя, что ему ничего не случилось, они мгновенно переменили мнение, и сразу же сказали, это Бог. А там по-ликовонски воскликнули, боги в образе человеческом. Взяли быка и хотели принести в жертву. Так и здесь. Они считали человека за Бога. Язычники Лико-Лико переходили на такое поклонение. Да и боги-то у них с человеческими страстями. Какой такой Аполлон. А вот он за Дианой побежал, понравилось. Боги бегают за девушками. Но накинулось и превратилось в волну. Волну. А то вкус превратилось. Это грешеская мифология. И так и здесь. Иоанн поклонился внутренним поклонением как Богу. Вот мы, если будем правильно смотреть, у Судей 13.20 возьмем. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. И, видя это, мано и жена его пали лицом на землю. У Тавита 12.15.21. Я, Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славы святого. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Но он сказал им, не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек. Я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Потому и благословляйте Его вовек. Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил. Только взором вашим представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня. И напишите все совершившееся в книгу. И встали они, и более уже не видели его. То есть, делал действие, ел, ложку брал в рот. Ну, какие лет. А ничего этого не было. Почему тогда я запретил ангел поклонения? Вот так, как я объясняю. В Откровении 1.17, мы считаем, когда увидел я его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. То есть, Господь в виде ангела. А он только что перед этим явлением являлся Христос в виде ангела, и затем снова является ангел. Ну, Иоанн поклонился этому ангелу-то, с внутренним поклонением, как Богу. А уж такого-то поклонения ангел не мог принять себе. Ибо он говорит, я сослужитель тебе. Но зачем говорить? А Петр говорит, я тоже человек. Слово тоже человек, то есть, он видит, что они его не за человека приняли-то. Вот эти слова ставят все на место, и тогда понятно, почему там поклонения принимали все святые, а здесь не принимали. Ну, это не для сектантского ума. А Иоанн-то вновь без этих слов знал, что ангел есть сослужитель. А зачем в данный момент ангел показывает ошибку Иоанна? Он говорит как бы вот так, я всего лишь сослужитель, и божеская честь, которую ты воздаешь мне, она непристойна, я не могу ее принять. Вот с таким поклонением ты можешь преподать только к Богу. Богу поклонись. Видите, зачем эти слова-то и говорит? Вот такая трактовка, она не допускает никаких противоречий в Священном Писании. А в противном случае, если рассуждать-то по-сектантски, ангелы то принимают поклонения, а то не принимают. А такой непоследовательности в служителях Божьих не бывает. Не бывает, что Бог сказал, а потом забыл. В 20 главе Иискот не делай изображение на небе, что есть, а в 25-й, говорит, сделай изображение Херувима. Сектанты ничего не могут понять. Они берут только одно узкий взгляд. Не делай, значит, иконы в расход. А почему делай? Да потому, что он на небе. По образу небесного сказано было сделать. Вот такой ответ. Это мне вопросы задают, когда задают по Писанию. У людей у всех Библия. На занятиях или где-то в зале. И один-два раза я уже... Все стараются, чтобы имели Священное Писание. Так что удивляться не надо, что по Писанию мне вопросы задают. Люди знают, что я люблю Библию. Евангелие от Марка, 16, 1. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его, то есть Христа. А разве разрешалось у иудеев женщинам мазать тело мужчин? Ну, видите, здесь мы же не считаем, что они только принесли, а потом-то апостолы приходят, и не говорится, что они мазали Его голое тело. Этим занимались мужчины. А те только приносили. Принесли, и тело они не разворачивали. А пропитывалась плащаница, в которую было завернуто тело. Оно обивалось сверху, со всех сторон, и предохранялось от гниения, иссушая влагу. Это не было бальзамированное тело, при котором через ноздрю человека, тогда в Игипте был, отсасывался мозг. А через отверстия в боку извлекали внутренности. Ну, а все тело пропитывалось особенными антигнилостными составами, смолами. Не так, как вот в ванне этого преступника Ульянова, мочат и мочат. Сколько на него паразита истратились, конца нету. Можно было бы, говорит, не одну школу, и деревню отстроить, и город держать. Там целый коллектив работает. И считай, скоро сто лет. Ну, вот так. Второе Петра, глава 2, 9 стих. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Что значит соблюдать? Для какого суда сначала нужно разобраться? Если для временного, для наказания, ну, что-то сделал на земле не так, в суд дело передали-то, это означает, не дай им исчезнуть, наложить на себя руки, чтобы понесли заслуженное наказание, а другим это будет урок. Чтобы они сели на скамью подсудимых-то. Ну, вот если понимать так, что речь идет о страшном суде, то слово соблюди имеет такой смысл, что не дай им превратиться в ничто. Но пусть они воскреснут, чтобы ответили за свои беззакония. Вот так. Вот такой частый вопрос достаточно. И вот в чат-рулетке часто, видно, люди такой вопрос задают. В Библии ветхому и новому замету уже много лет. Неужели за 3600 лет при переизданиях не были в нее внесены изменения и дополнения? Я слышал. Мне не разу задают такой вопрос. Давайте посмотрим, что Святая Библия отвечает. Вот если открыть, Матфея 24, 35. Господь Христос говорит, небо и земля прейдут, исчезнут, но слова мои не прейдут. Иеремия 1, 12. Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Вот это лучший гарант сохранности Слова Божия. Тем более даны такие грозные предупреждения относительно дополнения и убавления. Если человек верит, разве он пойдет на это? В Тарзаконе 4, 2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. И у Второзакония 12, 32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Притча 36. 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом». И в Откровении 22, 18. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Притом, если мы знали правила, как это делалось, переписывалось, даже мысль не возникла. Это очень хорошо. Отец Геннадий Фаст в этюдах своих, этюда называется, книжка вышла. Ну, он от еврея потом все взял. Как они переписывают? Специальный человек, избранный, проверенный, внимательный. Как он моется, как подготавливается, как если пишет слово «Бог», хотя бы война была, хотя бы царь трез за плечом, не имеет права прекратить писать. И напротив, как только строчку одну написал, сразу должен сосчитать буквы. А там, с которой книги переписывает, там тоже против каждой строчки количество букв в этой строке. он никак не мог. Не мог, нельзя утерять. Потому что, если было замечено при проверке, три ошибки найдено было на весь свиток. Уничтожался весь свиток. Это настолько серьезно было. И поэтому человек, который говорит, что там изменяли, мусульмане говорят, ну, это бред сивой кобылы. Они ничего не понимают. Вот только места, которые Библия говорит. А если говорит и переписывает человек глубоко верующий, да разве он посмелит это сделать-то? Это же думать надо. Целовечность зависит от того, как я буду переписывать. Так что этого быть не могло. Во-первых, по страху Божию, а во-вторых, по тому, какие правила переписки. Какое чернило из чего делается, указано специально. Какой пергамент должен быть переписывать. Из какой шкуры сделано, из какого животного молодого теленка. Не собачий мех. Так что это говорит человек, который ничего в этом деле не понимает и не знает. Все. Бытие 6.2 Вот я слышал разное толкование этих вопросов. Тогда сыны Божьи видели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены. Какую кто избрал? Кто такие сыны Божьи и дочери человеческие? Я слышал трактовку такой, что сыны Божьи – это ангелы. Ну да. Это даже Ярл Николаевич Пести так понимал, протестант, уважаемый мною. Вот если мы посмотрим, толкование дает епископ Иссарион. Это книга Еноха. Всегда оттуда берут, а это апокриф. Он толкует, что сыны Божьи – это потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина, убийцы. И больше ничего тут нет. И все стало на свои места. Не ангелы, сыны Божьи. Если понимать ангелы, сыны Божьи, то как они могли с дочерями человеческими быть, когда они бесплотные? Они могут через человека проходить. И даже совершенно не понимают, о чем говорят. Все. И вот у них там рождались исполины, как там, люди именитые, по-моему, что-то такое написано. Ну. А это что? Это что за люди? Имеется в виду? Не знаем мы, но они были большие люди. Очень большие. А сколько большие? Не знаем мы, но большие были люди. Находят какие-то скелеты. Почему они такие рождались от этих браков? То, что духовного не было, ничто не подавляло им рост, неизвестно. Гадать не будем. Но они были большие, и Господь их уничтожил. Об этом даже в книге Царств пишется еще. Были такие сыны Инакиева. А вот в Библии встречаются часто слова, написанные курсивом. Что они означают? Курсивом – это набок наклоненные буквы, чтобы выделить. Тут надо еще прочитать у Иисуса Сиарахова предисловие об этом говорит. Дословный перевод с одного языка на другой имеет особые особенности и затруднения. Требуется какое-то слово добавить для пояснения. Чтобы точнее передать мысль, которая в оригинале далеко просматривается, дополнительные слова, они не искажают смысл оригинала. Это для русского человека необходимы. И в то же время переводчики не упускали из виду, что они работают с текстом Священного Писания. А тут необходимо проявлять максимальную точность и благоговение. А добавленные разъяснительные слова они написали наклонным шрифтом, курсивом, с большой честностью относятся к читателям, чтобы в более позднее время никто не упрекнул их, что они что-либо добавили к Слову Божию, исказили его. Как говорят старобрядцы, рессектанты, иеговисты, притча Соломона, 30 глав, 6 стих, говорит, не прибавляй к словам его, чтобы он не обрещал тебя, и ты не оказался лжецом. Или у Луки, 16-17, но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет. В старозаконе, 4, 2, тоже об этом. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Вот это доказательство. Напугал меня. Да, все, еще, тут больше курсив, пояснение дано, и все. А там как раз есть Рахоп об этом говорит в первой главе. В Библии говорится о том, чтобы не прикасаться к нечистому, иначе будешь нечист до вечера. А относится ли это к уринотерапии? Ну, уринотерапия это, собственно, мочу пьет, или моча ребенка. Ну, ветхозаветное очищение, касающееся плоти, оно к нам не относится в прямом смысле. Евреям 9, 10 написано, и которые с яствами, и питьями, и различными обовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но верующие христиане это имеют доступ к алтарю, через причастие. Евреям 13, 10. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Причищается тело и крови Христовой. А у Серахов 34, 4 написано, от нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть истинного. В Деяниях 11, 8. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного и нечистого никогда не входило в уста мои. Священники должны наставлять своих прихожан храниться от всякой нечистоты даже по подозрению, чтобы они оскверняли свою хус, не принимали мумиё, мочу и прочее. Яков 3, 11. Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Источником называется наша уста, рот. Точно так же должно ли входить в уста наши добрые и поганые и нечистые? Ну, если выпил, ну, выпил, не сквернился, рот прополоскал святой водой и всё. Но, однако, нужно этого оберегаться. Уринотерапия. Придумали же. А помогает ли? Конечно, помогает. Человек – это ходящая аптека. Если кто не знает, я могу подсказать. Бывает, вот на пальцах репаются руки от сырости и трещины. В ухи поковыряй, серый достань в ухи и замашь. Всё, выздоровел. Если обжёгся внезапно где-то, никакого лекарства нет, постарайся как-то, чтобы сопли потекли. Лук там или что-то и соплями замашь. Обожжённое место. Это как белок яйца действует. А у нас мы с детства научены были. Если где-то что-то порезал там, на тяпку наступил, сразу куда-то отвернулся, скорее пописал на руку-то и всё. Оно маленько пощипало, ибо никогда не болит. Оно же дезинфицирует. Там всё необходимое есть. Так что человек, аптека ходящая. Мы никогда не знали, что какие-то лекарства есть, даже не слышали. А вот этим пользовались. И пользовались как будто так и надо. Вот так. В Библии сказано, что Бог человека сотворил по образу своему подобию. Так в чём же выражается это подобие? Святые многие говорят, что мы созданы по образу, но для уподобления Богу. В чём уподобиться Богу, получается? Чтобы подобие достичь, которое потеряно. Но когда доказывает, говорят, мы с бородой, потому что по образу Божию. Ну, у Бога-то вида никакого нет, какая там борода-то. Он вечен, безграничен. Он как создатель, творец, зиждитель, зиждитель, то есть охранитель, сохраняющий. Он свободен в своих действиях. Вот в этом, в первую очередь, человек уподоблен Богу. Человек бессмертен, как Бог. Со смертью тела не кончается его сущность. Он только переходит из одного состояния в другое. Когда он был создан, вот святой или гречник, он не может исчезнуть, потому что он создан, уничтожит себя, он обвечен. И Бог наделил человека страшным и чудным даром свободы. Свободы. Кто-то ко мне тут лезет. Ничего не буду брать. Как-то его убрать надо. Сейчас я. Второзаконие, 30 глав, 15 и 19 стих. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Поэтому человек свободен выбирать. А вот от свободы уметь надо пользоваться. Рай или ад. Благословение или проклятие. Вот считают иногда, что люди в этом все сохранили себе образ Божий-то, каким они были в раю. Свобода. А подобие было утеряно с грехопадением. И вся история человечества состоит в том, чтобы человека возвести в богоподобие. у филиппинцев 2 глава 5 стих считаем. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Бытие 1.27 И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему. По подобию своему. Сотворил его мужчину и женщину. Сотворил их. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. В Откровении 21.5 читаем. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова свои истинные и верные. Новое в душах это преображение души, утерявшее подобие Божие. У Якова 3.9 можно прочитать им языком. Благословляем Бога и Отца. Им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию. Выбираем. Евреям 4.15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Левитам 20.27 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь Бог ваш свят. Левитам 20.26 Будьте передо Мною святы, ибо Я свят Господь Бог ваш, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои. Но они отделенные, да, но серебролюбие золотой телец их сбивает все время по сегодняшний день. 1 Петра 1.15 Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ну вот это определенно четко Писание говорит, мы должны возвернуться и в подобие, быть подобными Моему. А образ он сохраняется независимо от того, исполняешь ты или нет. То есть Он нас сотворил не сами себя. Какой бы ни был человек, и Бог дал свободу, и какой бы ни был человек, он может свободно выразить то, что бросить камень или не бросить. Все. В Библии часто, когда вот люди каются, применяются слова такие «облекся во вретище». Что такое вретище? Я сейчас не знаю, еще люди задают вопросы. Это мешок из дерюги, вот который такой накидывает на лошадь иногда. Бытие 42-27. Рубище. Это покаянное или печальное одеяние. Из волоса конского или какого-то на влосянице еще называется, на колючее. А дерюга, дерюга это под ноги брошены было. Ну, ткари сами. Идея дерюга. Как вот дорожка такая. Ну и веритья это вообще из лохмотьев делали. Так что в речище вот такое оно и есть. То есть она некрасивая такая, да? Нет. Никакого красоты нету. Притом из-за рванья всякого. Вретище. Потому для покаяния выразилось. Чувство покаяния. А сейчас мода пошла. Ходят как джинсы, да протертые, с дырками. Но мода. Как будто на помойке одеты. Ну, дурное все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok